Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Это фрагмент популярной в Америке видеоигры. Лоббисты русофобии во всём мире всё больше внимания обращают на подрастающее поколение. И всё активней заражают детей ненавистью в доступной для них форме. С помощью онлайн-игр. Знаете, во что сегодня играют европейские и американские подростки? В этой игре геймерам предлагается устроить массовый расстрел в московском аэропорту. Об этой стрелялке в мире заговорили в марте 2018 года. Дональд Трамп потребовал от производителя игры установить для неё возрастные ограничения. Но конгрессмены и владельцы корпорации назвали требования пустым и непродуктивным. В виртуальном расстреле людей в московском аэропорту они не увидели ничего криминального. Мир сходит с ума. Это подтверждают медики. По их данным, за последние 15 лет число людей с психическими отклонениями выросло на 40%. То есть проблемы с психикой фиксируются у каждого четвёртого жителя планеты. И сильнее всего глобальное помутнение затронуло жителей Америки и Европы. Под наблюдением врачей 130 миллионов человек. Синяя борода. Теперь не только в сказке. Отчасти, да, в любом случае какой-то эпатаж, шок вызывает дополнительный, да, какой-то такой масштабный интерес. Самые зловещие талисманы в мире. Из человеческих голов. И как выглядит новое украинское оружие, призванное бороться с российской агрессией. Миномёт, молот, чаще взрывается, убивает тех, кто из него пытается стрелять, нежели стреляет. Голубой туман в Украине. Россия на очереди. Они своими реформами, армию окончательного гроба. Парное фигурное катание двух мужчин. Теперь вы видели всё. Фигурное катание, оно, например, заточено на нежности. Человек ли царь природы? Ты решил попробовать, насколько ты счастливчик. Принесло или нет? Массовое безумие в Америке. Откуда растут ноги? Появился Дональд Трамп. По большому счёту, это фрик. Форточки в самолётах. Чего с пеной урда требуют современные политики? Вот образовательный уровень многих западных политиков не настолько высок, чтобы им преподавать даже в средней школе. Монобровь. На пике моды. Штраф за лишние килограммы. В какой стране быть толстым преступления? Открыть! Сегодня в засекреченных списках. Десять признаков всеобщего глобального помутнения. Ещё не знаешь, что такое кэшбэри? Да это же самая простая и самая эффективная система взаимного кредитования. Здесь ты можешь с лёгкостью взять деньги в долг или дать их взаймы под проценты. Я сам инвестирую здесь уже достаточно давно и зарабатываю на этом неплохие деньги. Хочешь зарабатывать так же? Тогда переходи по ссылке в описании и регистрируйся на кэшбэри прямо сейчас. С нами просто и прибыльно. Это англичанка Торс Рейнольдс. Недавно она нашла для себя талисман, который гарантированно приносит ей удачу. О своём ноу-хау британка сообщила всем в округе. Но почему-то желающих стать обладателями подобного амулета больше нет. Дело в том, что Торс болторезом удалила фалангу пальца и теперь носит его в прозрачной бутылочке на шее в качестве оберега. Это договор с потусторонними силами, что я немножко себя изуродую, я отрежу от себя немножко, только дальше, пожалуйста, потом меня не трогайте. Я согласен быть не очень целым, но я хочу, чтобы за такую плату со мной ничего страшного не случалось. Что она будет делать с этим пальцем через неделю, когда он начнёт пахнуть и разлагаться, мне кажется, ей нужно обратиться к психиатру. Вы думали, талисман на счастье – это серебряная подкова или медный пятак? Тогда глобальное помутнение вас ещё не коснулось. На что способны люди ради того, чтобы привлечь богатство и успех? Шокирующие талисманы на 10-м месте засекреченных списков. Этот талисман называется Пончик. Он очень популярен в Японии. Сюда за ним едут даже европейские туристы. Амулет делают на лбу. Сначала под кожу вводится соляной раствор, а затем в центре продавливается дырка. Прямо сейчас я чувствую такое расслабляющее действие. Небольшое покалывание и в то же время давление. Это меня усыпляет. Что мне нравится в том, чтобы делать снимки бубликов – это смотреть на радостные, удивлённые лица, когда клиенты видят свой набухший лоб. Пончик-талисман держится несколько дней. И судя по тому, что тысячи японцев стали постоянными клиентами салонов, предлагающих эту услугу, амулет работает. У них есть поверие, что это приносит удачу. Мы все существа социальные люди. Мы хотим иметь принадлежность, мы хотим быть в группе, мы хотим быть принятыми, понятыми и любимыми. И, соответственно, вот эта принадлежность данной группе даёт им возможность быть успешными, даёт им возможность какого-то продвижения, которое они для себя представляют. Это племя Апатани на северо-востоке Индии. В какой-то мере законодатель моды на вживлённые в тела амулеты. Когда-то оберегом для женщин считалась уродливая пробка в носу. Мужчины племени таким образом якобы защищали своих женщин от похитителей из соседних деревень. Похищения закончились, а традиция осталась. Полностью от таких амулетов отказались лишь в 90-х годах. А вот в Европе уродующие лицо и тело талисманы наоборот набирают популярность. Эта девушка для привлечения удачи в любви решила сделать пирсинг. Но не обычный прокол уха, а пирсинг корсетный. Когда в тело вставляется несколько колец, а после особым образом завязывается лента. И, похоже, такой метод считают действенным многие девушки. Может, не зря? Ведь есть мужчины, которые находят это сексуальным. Возможно, женщина это просто почувствовала, потому что идеи витают в воздухе, и не обязательно было где-то прочитать об этом. Она могла сама до этого дойти. Она почувствовала, что ей надо сделать так, совершила такое самоповреждение. Какие шокирующие идеи люди бесстрашно воплощают в жизнь. Это «Талисман Флейми». В переводе – «Огонек». Предназначен для помощи детям с ожогами. Кому пришла в голову эта изощрённая идея? «Талисман» в виде золотых экскрементов. В Японии считают, что с таким легче разбогатеть. Производители обещают, если носить брелок на мобильном, никто не позвонит с плохими новостями. Японские ребята, они меня удивляют. У них юмор своеобразный, вообще культура своеобразная, и поведение своеобразное, то есть это психология своеобразная. То, что они делают, конечно, нонсенс. Европа. Здесь новый амулет изобрели домохозяйки. Они вешают мужьям на машину носки вместо ароматизатора. И это как минимум уберегает их от необходимости собирать разбросанные вещи по всему дому. Может быть очень унизительным для мужчин. И использование женщинами таких элементов – это говорит о желании доминировать, о желании высмеять своего мужа. Главное в выборе талисмана – сохранять трезвый рассудок. Ведь отрезанные пальцы, амулеты из человеческих голов или пробки в носу вряд ли принесут удачу. Шокирующие амулеты открывают топ-лист засекреченных списков. Смотрите далее. Самое притягательное и самое опасное место на Земле. В этом месте плохо спать, в этом месте плохо жить, в этом месте вообще всё плохо. Неожиданные рецепты долголетия и счастья. Если я съем плаценту, это меня как-то омолодит? Без труда выловил рыбку из пруда. Как обычный парень Кирилл Терёшин добился фигуры своей мечты. У меня действительно проблемы конкретные. У меня температура 38,5 и очень сильный рар. Моя мать плачет, я не знаю, что делать. Что может омрачить бешеную популярность? Только прогнозы врачей. Утконос по собственному желанию. Зачем этот пермяк растит себе клюв? Для меня это творчество и искусство. Взрыв в Верховной Раде Украины. Почему в каждой шутке есть доля правды? Баба! Всё. Куда голубоглазым блондинкам вход строго запрещен? Ну, там просто кошмар, мне туда нельзя. Как украинскую армию реформируют под стандарты НАТО? Зачем американские солдаты учатся штурмовать российские деревни? Сенсационное признание американского генерала. Их прогресс, несомненно, создаст для нас новые вызовы практически во всех военных отраслях уже к 2025 году. Вы увидите это прямо сейчас! Эта свадьба военнослужащих США произвела фурор. И не только в вооружённых силах. На первый взгляд ничего необычного. Празднично украшенная церковь, нарядные гости и подружки-невесты. Вот только в роли счастливой новобрачной мужчина в парадной военной форме. В первой гей-свадьбе в американской армии предшествовало немало баталий. Но в январе последний рубеж Пентагона пал под натиском гей-лобби. Брачный союз Винсента Франчина и Даниэла Холла был заключён прямо в стенах старейшей военной академии США Вестпойнт. Одна из причин, почему американская армия не обладает столь высокой чувствительностью к боевым потерям, является легализация гомосексуалистов, однополых браков в армии и легализация службы гомосексуалистов в американской армии. До недавнего времени в армии США действовал утверждённый Пентагоном принцип «Не спрашивай, не говори». Запрещавший военнослужащим как интересоваться сексуальной ориентацией коллег, так и рассказывать о своей. Но теперь в американских вооружённых силах не осталось никаких преград для гомосексуальных отношений. Голубая дивизия на девятой строчке засекреченных списков. Как оказалось, гей-браки – это только начало. В армии США первый случай заключения контракта с открытым трансгендером. Пентагон подтверждает, что по состоянию на 23 февраля один трансгендер подписал контракт на службу в вооружённых силах США. Представитель военного ведомства майор Дэвид Избрун уточнил на встрече с журналистами, что человек, которого взяли на службу, ещё не начал военную подготовку. Имя новобранца пока не подлежит огласке. Также майор затруднился ответить на вопрос, сколько таких людей уже служат в американской армии неофициально. По приблизительным подсчётам, подчеркнул Избурн, речь может идти о четырёх тысячах человек. Такие люди в боевых условиях долго существовать не смогут. Это Патрисия Кинг, сержант американских вооружённых сил. В ушах серёжки, за плечами, три командировки в Афганистан. Там Кинг ещё до операции по смене пола охраняла генералов и отправляла подозреваемых в Гуантанамо. Я солдат в Порт-Люисе, штат Вашингтон. Когда я пришла на эту работу, по правде говоря, многие люди даже не знали об этом. Я была первым человеком, который рассказал своим военачальникам о том, что случилось. Мой руководитель поспешил успокоить и сказал, что все меня поддержат. Если взять американскую статистику, то мы увидим с вами, что с тех времён, когда допустили, что геи и трансгендеры находятся в армии Соединённых Штатов, просто пропорционально росту количества трансгендеров и геев, там растёт сексуальное насилие. Этот социальный ролик появился на свет в Великобритании и вскоре приглянулся украинским патриотам. К демократии незалежная пока только стремится, но, подражая старшим товарищам, спешит привить молодёжи толерантность к ЛГБТ среди военных. Социальную рекламу перевели на украинский язык, положили собственную музыку и стали активно распространять в сети. Ничего удивительного, Евросоюз никогда не скрывал, что ценой без визы для Украины будет, помимо прочего, признание однополых браков. Соответствующий закон страна должна принять до 2020 года. Первый шаг уже сделан. Гей-парады, которые с 2014 года проводятся в Киеве. Чтобы привлечь представителей ЛГБТ-сообщества в ряды украинской армии, там создали специальное подразделение, где все военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией. О том, что у ВСУ теперь есть такой полк имени Александра Македонского, заявил лично глава генштаба Виктор Муженко. Ещё в 2014 году. Ну, наверное, реформы в армии нужно не с этого начинать, а как минимум модернизировать вооружение и системы связи, а не вводить войска для геев. Сейчас на Украине не деятельность, а создание видимости, а не своими реформами армию окончательного гроба. И правда, в данный момент даже такие широкие жесты не способны сделать украинскую армию привлекательной. Для лиц любой ориентации. Как тебе? У вас тут тоже? Да. У нас тут весь озеро. Эти кадры сделаны на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. Всё просто утопает в воде. Попытки солдат сделать палатки пригодными для жизни заканчиваются неудачами. Оп. После того, как эти кадры были опубликованы, на Украине разразился страшный скандал. Министерству обороны пришлось давать срочное опровержение и уверять, совсем скоро полигон будет соответствовать всем стандартам НАТО. О результатах переоснащения или как бы такого переформатирования украинской армии под натовские стандарты мы можем судить по результатам боев в Донбассе. Это новая боевая машина «Страж». Но если присмотреться повнимательнее, гордость украинской оборонки оказывается просто гибридом советских разработок. Шасси от танка Т-64. Пушка от БМП-2 80-го года выпуска. Гранатомёт, он же противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», тоже не молодой. В СССР он был принят на вооружение в 1974 году. У Украинской оборонпрома гигантские проблемы как по качеству, так и по самим изделиям. Мы знаем, что гордость этой промышленности, так называемый миномёт-молот, чаще взрывается, убивая тех, кто из него пытается стрелять, нежели стреляет. Ну и также есть ряд других существенных проблем по другим направлениям. И всё-таки далёкая от каких бы то ни было стандартов армия Незалежной в марте стала страной-эсперантом НАТО. Но зачем Запад даёт Украине надежды на членство в Альянсе, несмотря на её полное несоответствие требованиям? Третья мировая война развернётся именно вокруг НАТО. В неё будут вовлечены страны НАТО, и единственный противник, о ком стоит говорить в данном контексте, — это Россия. Она может представлять для НАТО и Соединённых Штатов угрозу, которая заслуживает внимания. А Украина, которая хочет вступить в НАТО, и страны НАТО в Прибалтике поддерживают конфликт с Россией. Это кадры учений американских морских пехотинцев на полигоне «Кем-Лежен» в Северной Каролине. Правда, обстановка почему-то имитирует не Афганистан или Ирак, где США борются с террористами, а деревню в российской глубинке. Смогите! Спасите! Спасите! Убивайте! Спасите! Убили кого-то! Но почему Запад в качестве условного противника неожиданно начал изображать именно Россию? Причины стали понятны после того, как в Сенате США выступил главнокомандующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапоротти. Учитывая скорость, которой российские военные проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооружённых сил. Их прогресс, несомненно, создаст для нас новые вызовы практически во всех военных отраслях уже к 2025 году. Голубая дивизия наступает и занимает девятую строчку засекреченных списков. Далее в засекреченных списках. Новые правила на международной спортивной арене. Будет такое мнение, что, например, фигурное катание, оно, например, заточено на нежности. За что можно получить пожизненный срок, кроме убийства? Нельзя поить слонов пивом или спиртными напитками. Новый тренд. Долой комплексы. Это последнее место, где можно себе сделать эту иронку. Стиль Дональда. Новая мода на политический цирк. Появился Дональд Трамп. По большому счёту, это фрик. Как с гарантией попасть в американский учебник истории? Когда в самолётах сделают форточки? Где находится Кырзыкстан? И почему в политике секс важнее денег? Глобальное помутнение. Смотрите прямо сейчас. Николя Саркази арестован и обвиняется в финансовых махинациях на международном уровне. Бывший президент Франции со своей первой леди ни в чём себе не отказывали. Супруга Саркази, Карла Бруни, тратила наличные нужды до 37 тысяч бюджетных евро в месяц. Это более чем 2,5 миллиона в рублях. А сам Николя только в ресторанах оставлял по 15 тысяч евро ежемесячно. Журналисты подсчитали, что содержание президентской четы Саркази Бруни обходилось французским гражданам дороже, чем содержание всего королевского двора англичанам. Но миру он запомнился не отмыванием миллиардов, а невероятными любовными приключениями. Благодаря Николя мир впервые увидел обнажённой первую леди. Также Саркази сумел соблазнить гражданскую супругу Франсуа Ланда Валерия Триервейлер, министра экологии Шанталь Жуано, дочь Жака Ширака Клод. И это только то, что просочилось в СМИ. Когда Саркази покинул президентский дворец, все мужья хорошеньких женщин вздохнули с облегчением. Главной особенностью мировых лидеров последних лет эксперты называют умение создать шоу. Именно поэтому уже никто не оправдывается за любовниц и очевидные ляпы. Чем громче скандал, тем выше популярность. Оно как бы превращается в шоу-бизнес, потому что любой капитал, который вкладывает политику с одной целью, получит в 10 раз больше прибыли, чем он вложил в эту политику деньги. То есть всегда это деньги, политики это деньги. Иногда доходят до абсурда шоу, да. На Украине шоу трудно отличить от пугающей реальности. Депутат Надежда Савченко записала и разместила в СМИ вот такое странное видео. Мама! Все, с**лся! Этим роликом Надежда ответила на обвинение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Он заявил, что Савченко замышляла обрушить купол здания парламента с помощью минометов. Минометами обрушивших купол Верховной Рады и автоматами добивающих тех, кто выживет. Впрочем, украинские пользователи соцсетей этот план в целом одобрили. Мировой политбомонд помутился рассудком. На что может пойти современный политик ради славы и власти? Где грань между шоу и бизнесом? Почему сегодня политика переместилась из залов официальных заседаний в соцсети и блоги? Как жгут политики на восьмом месте засекреченных списков? Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ина вызвала настоящий взрыв творчества в соцсетях. Художники фантазируют на тему переговоров века. А это творчество мультипликаторов. По сюжету Дональд и Ким играют в песочнице. Но тут в окне возникает серый кардинал Белого дома Рекс Тиллерсон. На нем передник с надписью «Лучшая мама». Политтехнологи заявляют, что вся история с взаимными угрозами, выяснением, у кого ядерная кнопка больше, всего лишь постановочное шоу. Причем с обеих сторон. Американский епископ, бывший кандидат в президенты США Мит Ромни, известный своей крылатой фразой «Россия – наш враг номер один» снова собрался в политику. Он планирует баллотироваться в Сенат. Публика с нетерпением ждет от него новых перлов. Ведь недавно он искренне возмутился тем, что в самолетах не открываются иллюминаторы. Если на борту пожар, вам некуда идти, вы не можете дышать, воздух извне не поступает внутрь, потому что окна не открываются, это серьезная проблема. И это очень опасно. Образовательный уровень многих западных политиков не настолько высок, чтобы им преподавать даже в средней школе. Мы это наблюдаем просто на примере многих лидеров регулярно. Они путают страны, путают там столицы. Например, бывший госсекретарь США Джон Керри, которому по должности необходимо знать географию, выступая перед студентами университета в штате Виргиния, запросто скрестил Казахстан с Кыргызстаном. Можественные сотрудники госдепартамента поддерживают демократические институты в Кырзахстане и в Грузии. Студенты одного из лучших университетов США даже не заметили этой ошибки, что, впрочем, совсем не удивительно. Это английский школьный портал. В образовательных материалах черным по белому написано, что Россия устроила против Европы цифровой блицкрик, сбила малазийский самолет и вмешалась в президентские выборы в США. Зато опальный политик Михаил Саакашвили попал в эти учебники истории как легендарный оппозиционер. Саакашвили они уже вписали в какие-то новые учебники, что вот смотрите, был такой Саакашвили. Да, не все получилось, но они его ошибки уже анализируют. Тем временем, известная британская компания выпустила к свадьбе принца Гарри и Меган Марк поющие презервативы с надписью «Ваш принц придет». Политики и их поклонники зажигали на восьмом месте засекреченных списков. Смотрите далее. Новые правила на международной спортивной арене. Бытует такое мнение, что, например, фигурное катание, оно, например, заточено на нежности. Новый тренд. Долой комплексы. Это последнее место, где можно себе сделать татуировку. Скажем, нет половой дискриминации. Впервые мужское синхронное плавание. Не очень много вариаций, что можно показать. А все они уже избиты женщинами и воспринимаются как женские движения. Через минуту вы узнаете, откуда туристы не возвращаются. Девять опытных здоровых туристов на морозе столкнулись с чем-то ужасающим, что заставило их почти раздетыми покинуть укрытие. В Африке гулять интересно, но по-прежнему опасно. Вход голубоглазым блондинкам строго запрещен. Ну, там просто кошмар, мне туда нельзя. Самое притягательное и самое опасное место на Земле. В этом месте раскол. В этом месте плохо спать, в этом месте плохо жить. В этом месте вообще все плохо. Засекреченные списки продолжают хит-парад глобального помутнения. Февраль 2018 года. Аттракцион века в Филиппинах. После пятилетней спячки проснулся вулкан Майон. Фонтаны лавы над кратером достигают 700 метров в высоту, а столбы пепла поднимаются на 3 километра. В ближайших городах пеплопад. Видимость нулевая. В полдень кажется, что наступила ночь. 80 тысяч местных жителей эвакуированы. Но что делать с наплывом туристов-экстремалов? Они рвутся в сейсмоопасный район. Власти отменили более ста международных и внутренних рейсов. Но путешественники осаждают железную дорогу. В очередь на однодневные экскурсии выстроились 22 тысячи человек. Филиппины – самое сейсмоопасное место в мире. Здесь находится 90% всех вулканов планеты. А Майон – самый активный из них. Но разве это не повод сделать селфи рядом с дымящимся кратером? А еще лучше свадебное видео. Вот она – вулканическая любовь. Выложенный в сеть ролик с бракосочетанием «Орло де ла Груз» и «Марии Никерио» набирал популярность со скоростью извергающейся лавы. Эту свадьбу молодожены запомнят надолго. Четырем альпинистам из Германии и их проводнику в 2013-м повезло меньше. 7 мая они стали жертвами очередного извержения вулкана «Майон». Оно застало путешественников-экстремалов менее чем в двух километрах от кратера. Спасатели еще долго ломали голову, как забрать тела погибших с ответственного склона. В момент, когда вулкан неожиданно выбросил воздух в столб пепла и гигантских каменных обломков, рядом находились более трех десятков туристов. На седьмой строчке засекреченных списков настоящие козлиные тропы. Япония, 2014-й. Извержение вулкана Онтаке. 56 погибших. Более 100 раненых. Этим туристам удалось сделать поистине уникальные кадры. Они запечатлели собственную смерть. Мобильный телефон с видеороликом обнаружили впоследствии спасатели. Вот в считанные минуты клубы пепла поднимаются на высоту 10 километров. Но экскурсант продолжает съемку, даже когда облако накрывает его с головой. На самом деле всегда были люди, которые рисковали, которые предпочитали экстремальный туризм. Всегда были такие люди, которым не хватает эмоций. Я думаю, что с психологической точки зрения, как правило, это те люди, которые очень сдерживались долгое время. То есть люди, которым диктовали нормы, говорили, так не делай, так не поступай, так не делай, очень хотелось. Видели, как другие делают, как другие себе позволяют, а дом очень сдерживали. Судя по видео, эту уроженку Челябинска дома и в самом деле многое сдерживала. Престарелая мать, 11-летний сын. Зато в Доминикане Наталья Бородина и ее подруга ушли в полный отрыв. Одна топит педаль и одновременно снимает видео. Другая изображает порномодель. И не замечает дорожный знак, установленный слишком близко к трассе. Певица Вероника Веро объездила полмира и хорошо знает об опасностях, которые могут подстерегать туриста в разных уголках планеты. Я уже молчу про Тунис, про Арабские Эмираты, про девушек, которые там зазеваются, и все, она уже в горе. Да, это же страшно. А вот этому простодушному путешественнику никто не подсказал, к чему может привести жажда ярких впечатлений. Он решил принять участие в шоу с крокодилом. Но тот явно не понял юмора. Грубо говоря, если ты захотел засунуть ногу в пасть крокодила, это твое личное желание. Ты решил попробовать, насколько ты счастливчик. Ха-ха, принесло или нет. Гора Холочахаль на Северном Урале. Один из самых убийственных объектов для восхождения, печально известный как Перевал Дятлова. Гибель туристической группы Игоря Дятлова в 1959-м по сей день не дает покоя исследователям. Девять опытных здоровых туристов на морозе столкнулись с чем-то ужасающим, что заставило их почти раздетыми покинуть укрытие и спуститься со склона. И внизу их ждала смерть от холода. Может быть, эта жуткая история заставила современных экстремалов искать другие места? Отнюдь. Вот лишь сводки последних месяцев. Март 2018-го. Спасатели ищут пропавшего туриста, который в одиночку решил пару недель погулять по склонам Перевала Дятлова. Найден. Жив. Январь 2018-го. Другой турист-одиночка из-за погоды не смог своевременно выйти с маршрута. Эвакуирован с жестким обморожением. Сентябрь 2017-го. Кемеровчанин втайне от семьи отправляется к Перевалу Мечты. До места назначения не дошел. Скончался. Следствие выясняет причины. Но в народе ходят слухи о мистическом совпадении. Неудачливый турист родился 26 января 1959-го. В тот самый день, когда группа Игоря Дятлова выдвинулась в свой последний поход. В этом месте раскол. В этом месте плохо спать. В этом месте плохо жить. В этом месте вообще все плохо. Именно в этом месте могут появляться инопланетяне. В этом месте могут появляться полтергейсты. Не зря шаманы коренных жителей этого места выбрали его как место для жертвоприношения. Еще одно место силы. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Легальная экскурсия на двоих обойдется в 200 долларов. Но куда интереснее проникнуть в город-призрак Припять тайными тропами? Вчерашние школьники играют в Робинзонов. Поезда, ночные переходы, поиски привидений в заброшенных зданиях. А мне говорили, что там и девушку зарезали, и парня избили до смерти. Главное вовремя включить камеру. Лайки в соцсетях. Вот ради чего все затевается. Кто такие тревел-блогеры? Тревел-это путешествия, блогеры-это те, кто, соответственно, ведут какие-то массовые посты. И они убеждают нас в том, чтобы мы попробовали что-то новенькое. Вот давайте приезжаем в страну, вас инициируют, с вами что-то такое сделают, может быть, вас похоронят, потом откопают, и, глядишь, вы еще и живы оказываетесь. Лакированная жизнь на вертолет в бальном платье, по серпантину подметая шлейфом асфальт. И, конечно, фильтры и фотошоп. Куда же без них? Вся его жизнь должна состоять только из лайков. То есть, если что-то нам не нравится в другом человеке, мы не дизлайкать его должны, а в любом случае мы просто его не лайкаем. Но если мы лайкаем, мы тем самым как бы подкрепляем, позитивно подкрепляем какое-то поведение у человека. Британский путешественник Луис Коул придумал фишку для своего тревел-блога. Он ест все, что движется. Или плохо лежит. Дохлая лиса. Живая лягушка. Черви. Тарантулы. Блок Коула процветал, пока общество защиты животных не вкатило ему иск. Теперь пожиратель пираний образумился и развлекает публику снимками закатов. Козлиные тропы на седьмом месте в засекреченных списках. Через несколько минут вы увидите официальные тарифы на секс. За один акт ты должен заплатить один евро. Четыре раза в месяц ты занимаешься сексом, заплатить четыре евро. На пороге какой страшной угрозы находится человечество. Вы оцените все свои припасы и рекомендуется пару дней переждать забаррикадируйте двери. Когда медицина бессильна. Там обязательно будет какая-нибудь часть тела висельника. Как спортсмены обманывают поклонников и самих себя. Я купил так называемый гормон для лошадей. Сделал смесь и набрал ее в два шприца по пять миллилитров. Мужчины-синхронисты. Кто они? Парное фигурное катание. Мужчина плюс мужчина. Будет такое мнение, что, например, фигурное катание, оно, например, заточено на нежности. И новые безумные тренды мирового спорта. Обо всем этом прямо сейчас в засекреченных списках. Это мужская художественная гимнастика. По гибкости и пластичности эти мужчины дают фору женщинам. Когда-то в спорте действовали жесткие правила. Но теперь в него потянулись люди, чье представление о прекрасном вызывает глубокие сомнения. Спорт меняется вместе со спортсменами до неузнаваемости. Полный финиш на шестом месте признаков глобального помутнения. До некоторых пор синхронное плавание считалось чисто женским видом спорта. Но недавно мужчины сочли это дискриминацией. Первое появление мужчин в одинаковых узеньких золотистых плавках стало настоящим фурором. Нам нравится какое-то нетрадиционное поведение, интересные красивые костюмы. Нам нравится впечатление от шоу. Неважно, почему так любят шоу трансвеститов, но никто после этого в творческую группу не влился. Все посмотрели, похлопали, с удовольствием поделились впечатлением и разошлись по домам к женам. Это выступление уже другой сборной пловцов из Дании на мужском спортивном кубке в Стокгольме. После этого шоу пользователи соцсетей начали снимать любительские представления. До чего еще додумались люди и кто они? Чемпионы нашего времени. Это Кирилл Терешин, известный под прозвищем «Руки-базуки». Я не пытаюсь прохайпиться снова или еще что-то. У меня действительно проблемы конкретные. У меня температура 38,5 и очень сильный рар. Моя мать плачет, и я не знаю, что делать. Посмотрите. Когда Кирилл начал работать над своим телом, он понял, что занятия в спортзале это долго и трудно. А иметь накачанные бицепсы хотелось сразу. Кирилл уже слышал о синтетическом препарате синтол, с которым часто экспериментируют бодибилдеры. Но достать его не смог и сделал синтол сам из масла, бензина и лекарств. Эту адскую смесь качок сам вколол себе в предплечье. Раздул себе руки до размеров почти 60 сантиметров. Чтобы вы понимали, у Шварценеггера в лучшие годы руки были 56 сантиметров. Визуально это выглядит страшно, убого. Видно, что происходят некеротические процессы, прежде всего эпидермисы, поэтому руки не просто красные, они сиреневого цвета. Еще недавно Кирилл заявлял, что не собирается останавливаться. В клинике пластической хирургии ему накачали раствором теперь уже икроножные мышцы. Любая популярность это вещь заразная, она индуцирует. Появятся ноги базуки, появятся уши базуки, появятся лопатки базуки. Пока они черпают все части тела, включая печень базуку. На своих руках базуках Кирилл успел заработать. За каждое интервью он просил по 50 тысяч рублей. Но теперь молодой человек начал понимать, что здоровье дороже денег. Он жалуется на плохое самочувствие и прощается с подписчиками. Ромарио Дос Сантос. Еще один спортсмен, который погнался за идеальной физической формой с помощью синтола. Поначалу Ромарио вызывал у публики восторг, а сегодня прохожие оглядываются на него с ужасом. А сам спортсмен понял, что такое синтол, когда врачи заявили, что из-за препарата ему придется ампутировать обе руки. Врачи спасли Ромарио от ампутации. Теперь он занимается традиционным бодибилдингом. Эксперименты с препаратами чуть не свели его в могилу. После этого я купил так называемый гормон для лошадей. Сделал смесь и набрал ее в два шприца по пять миллилитров. Я подумал, что сам введу вещество. Примерил место в нижней части груди, вывел воздух из шприца и когда я нажал на шприц и увидел, что кровь не выходит наружу, я замер. И меня стало знобить. Внезапно я вспомнил все моменты жизни и то, что произошло со мной ранее. И я сказал себе, нет, я не повторю это вновь. Обратный бег, популярный в Европе. Считается, что так лучше работают все группы мышц и сжигается больше калорий. Но то, что все это выглядит по меньшей мере странно, сегодня никого не смущает. Настоящий мировой тренд йога с собаками. Спортсмены почему-то решили, что их домашним питомцам тоже было бы неплохо заняться фитнесом. А четверолапых, естественно, никто не спросил. Так что, я думаю, что мы, братьев наших, меньших, должны защищать от излишнего рвения физкультурников. И люди, которые мучают своих собак, пусть они представят, как собаки будут заниматься с ними, своей собачьей физкультурой. И подумают, пусть моралисты и государство обратит внимание на людей, которые мучают животных. Синтол в мышце, йога с собаками и парные мужские танцы. Современный спорт больше напоминает скандальное реалити-шоу. Полный финиш занимает шестую строчку топ-листа глобальных помутнений. Глобальное помутнение продолжается. Кто придумывает такие законы? У кого, черт побери, вообще есть секс с дикобразом? Вы полагаете, все это будут носить? Одежда из мусора набирает популярность. Я уже смотрел, больше обращал внимание на то, что люди выкидывают. Новый тренд в соцсетях. Детская фотосессия в стиле зомби. Официальные тарифы на секс. За один акт ты должен заплатить один евро. Четыре раза в месяц ты занимаешься сексом, заплати четыре евро. Меняй пол и властвуй. Осужденный трансгендер баллотируется в Сенат США. Новые чудеса на виражах толерантности. Почему чужой не принимает меня? Неожиданная угроза. Заходите домой и считай, что он хозяин этого дома, но ты должен терпеть. Прямо сейчас в засекреченных списках. Норвежский политик, член молодежного крыла социалистической левой партии Карстен Нордл Хаукен стал жертвой изнасилования. Над гетеросексуалом надругался беженец из Сомали. Позже его арестовали, приговорили к четырем годам тюрьмы и после отбытия срока депортировали на родину. Узнав об этом, Карстен признался, теперь он чувствует себя виноватым. Моя жизнь рухнула, но теперь я испытываю чувство вины и ответственность. Из-за меня он сейчас не в Норвегии, а в Сомали, где его будущее мрачно и непонятно. Европа и США сегодня яркий пример того, как работает концепция, которая получила название «Окно Авертона». Ее называют технологией отмывания идей. Ведь суть ее в том, как немыслимое сначала сделать радикальным, потом приемлемым, разумным, популярным и, наконец, правильным. Но как далеко Запад готов зайти в своем стремлении к толерантности? То есть под толерантностью мы понимаем лишь одно – я должен принимать чужое. А почему толерантность работает в обратную сторону? Почему чужое не принимает меня? Неудивительно, что всю большую популярность в Европе приобретают так называемые шорты от насильников, которые шиты из сверхпрочного материала. Завязки на талии скреплены кодовым замком. При попытке стянуть шорты срабатывает сирена. Человек, который пришел неизвестно откуда, заходит тебе домой и считает, что он хозяин этого дома, но ты должен терпеть. Он может там твоим имуществом распоряжаться, а потом твоей дочерью, потом тобой и так далее, то нельзя реагировать. На пятом месте глобальных помутнений толерантнутые. В современном западном обществе одним из главных трамплинов на пути к успеху стала принадлежность к сексуальным меньшинствам. Живой пример тому Челси Мэнинг. В 2010-м Челси, точнее тогда еще рядового армии США Брэдли Мэнинга, арестовали и приговорили к 35 годам тюремного заключения за передачу ресурсу «Викиликс» подробности американской операции в Ираке. Мэнинг оказался совсем не глупым человеком. Сидеть в тюрьме 35 лет ему совершенно не хотелось, и он совершил единственно возможный поступок. На следующий день после приговора он объявил о желании сменить пол. Сделал он это уже в тюрьме. Трансгендеров в Америке, как известно, не обижают. Это страшное дело. Естественно, его прошение о помиловании было удовлетворено. И он отсидел не 35 лет, а всего 7. Мало того, в США Челси из предателя превратилась в национальную героиню. Ее дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. А в январе нынешнего года она решила баллотироваться в Сенат США от штата Мэриленд, куда переехала после освобождения. Ну, каждый получает то правительство, которое заслуживает. И учитывая, как много они сделали для возвышения людей нетрадиционной сексуальной ориентации, и в частности трансгендеров над обычными людьми, избрание Челси Мэнинг сенатором вполне логично. За последние несколько десятилетий Запад совершил прямо-таки квантовый скачок в борьбу за свободу и демократию. Причем в моде сейчас манифестации за свободу не слова, а тело. Вот один из самых престижных ресторанов Лондона. Дресс-код самый строгий. Посетителям в одежде вход запрещен. Нагота теперь не табу. Например, художник Брэнт Рэй Фрейзер произвел настоящий фурор на французском шоу талантов. Секрет успеха прост. Картину он пишет с помощью своего детородного органа. В вопросах секса на Западе уже давно нет запретных тем. Родителям больше не нужно придумывать, что говорить ребенку на вопрос, откуда берутся дети. Все ответы малыши получают в детском саду и в школе на уроках раскрепощения и полового воспитания. Целые семьи были наказаны, родители сидели в тюрьмах, потому что они просто были против, чтобы их дети в достаточно нежном возрасте натягивали презерватив на члены искусственные, разбирались в видах логин. Они считали, что им это не надо, что все придет в свое время, и они готовы об этом говорить. Но позже и сами. Сексуальное воспитание и толерантность не замедлили принести свои плоды. Это восьмилетний Немис Куин из Монреаля. Его любимое занятие переодеваться в женское платье и выступать на сцене местного гей-клуба под псевдонимом Латиша. Родители Немиса против увлечения сына не возражают. Напротив, регулярно приходят на выступления. Мама даже помогает ему с макияжем. Социальные службы и школьные учителя тоже не видят в хобби мальчика ничего странного. Мы просто хотим, чтобы наши дети могли выразить себя так, как они считают нужным. Это уважительно. Они хорошие люди. Значит, все хорошо. А чтобы не ущемлять права не только детей, но и родителей, в британских супермаркетах появились гендерно-нейтральные открытки ко дню матери. Теперь на них написано «Поздравляю с твоим днем». Ведь на Западе мама далеко не всегда женщина. Только один грех жители США и Европы считают более страшным, чем отсутствие толерантности. Обвинение в сексуальных домогательствах. Насмотревшись на громкие отставки западных политиков и травлю голливудских знаменитостей, даже простые смертные вынуждены проявлять осторожность. абсурдность ситуации в США и в Европе заключается в том, что вот этот трансгендер и ЛГБТ-сообщество наоборот имеют больше прав, чем любой нормальной традиционной ориентации человека. И теперь, теперь даже люди, которые, например, обвиняют, не дай бог, сексуальное домогательство, этот человек вынужден сказать, что он гей, он голубой, он там гомосексуальный, чтобы от него отстать. А что делать? Ведь харрисмен теперь мерещится повсюду. В Голливуде какая идея после последних скандалов на почве приставаний одного продюсера к артисткам, к актрисам появилась? Уважающая себя актриса не будет сниматься в кино, если в кино не представлено. Женщина-мужчина должно быть обязательно по 50% раз. Обязательно должны быть представители чернокожих, обязательно должны быть представители инвалидов, обязательно должны быть представители сексуальных меньшинств. Даже детские сказки обвиняются в пропаганде харрисмента и изнасилований. Британка Сара Холл сочла содержание спящей красавицы оскорбительным и вредным для детей. Она попросила убрать сказку из школьной программы для начальных классов. Причиной возмущения стало то, что принц целует девушку без ее согласия. Я считаю, что в сказке есть проблемы с представлениями о сексуальном поведении и согласии. Мне кажется, такое недопустимо в наше время. Испящая красавица не единственная сказка, оказавшаяся в центре секс-скандала. Американская пласт-сайз-модель Тесс Холлидей пожаловалась на постер нового мультфильма о Белоснежке. Дело в том, что режиссер из Южной Кореи переосмыслил историю и превратил гномов в прекрасных заколдованных принцев. А Белоснежка в его интерпретации довольно пухленькая девушка. Правда, только до тех пор, пока не наденет волшебные туфли, которые делают из нее стройняшку. 155-килограммовую Холлидой такой сюжет возмутил. Почему считается нормальным говорить своим детям, что быть толстой значит быть уродливой? Я думаю, что это за гранью безумства. В своем стремлении к равноправию феминистки переходят все границы. Они просто калечат детей, девочкам с детства удалбливают. Ты никому ничего не должна, тебе не нужно быть красивой и женственной, и мужчина должен принимать себя такой, какая ты есть. На мнение и желание мужчин наплевать, но ведь это перекос в другую сторону. Делать все назло мужчинам из принципа это как минимум извращение. Традиционные ценности в западном обществе стремительно выходят из моды. Если раньше жителям США и Европы навязывали необходимость потребления новых товаров, то теперь им внушают приверженность современным принципам нейтральности и толерантности. Но не приведет ли такое стремление ко всеобщему равенству к полной утрате собственного я? Ведь иллюзия вседозволенности на самом деле приносит больше ограничений, чем возможностей. Превращает людей из индивидуальностей в безликую легкоуправляемую массу. Толерантнутые на пятом месте засекреченных списков. Смотрите в засекреченных списках самые странные рецепты в самом центре просвещенной Европы. Там обязательно будет какая-нибудь часть тела висельника, которую нужно у него получить в такое-то время. На пороге какой страшной угрозы находится человечество? Вы оцените все свои припасы и рекомендуется пару дней переждать, забаррикадируйте двери. Мы втираем в колени человеческий жир, вставляем в уши горящую бумагу и пьем кровь кобры. Давай, давай, давай. Умничка. Почему человечество вернулось к средневековым методам лечения? Тут у себя лечили там горло, мазали, капали, всячески. Неделя высокой моды в Париже и в Лондоне. Конкурс на самый ужасный наряд? Во что скоро облачится человечество? Одежда из мусора набирает популярность. Я уже смотрел, больше обращал внимание на то, что люди выкидывают. Хотите выглядеть как модный европеец? Плащ и коробка на голову. Вот все, что нужно. Это называется нормкорн, по-русски говоря, это бомж-стайл. Как бесчинствует мода в 21 веке? Смотрите прямо сейчас в засекреченных списках. Это не парад городских сумасшедших и не беглые пациенты психбольницы. Это показ известного дома. Коллекция осень-зима 2018 года. Посмотрите, во что дизайнеры хотят одеть модников в ближайшем будущем. Фишка представления голова под мышкой. Что это? Сумочка? Или просто аксессуар? О чем думал дизайнер, когда создавал вот такое? И чем может аукнуться подобная мода? Мы не знаем, какая будет реакция, когда проходит 5-10 лет, и мы понимаем, что после этого культивировались эти вещи, и дальше пошли случаи, когда кто-то реально с реальной головой шел под мышкой, да? А почему где-то это взял, где-то я это видел, да? То есть вот маниакально настроенным людям показали примеры, и они подумали, а почему бы нет? Как красиво, как интересно. Мир превращается в сборище монстров, космических пришельцев и неопознанных человеческих объектов. А все потому, что в мировой высокой моде глобальное помутнение. Как сегодня выглядит человек, который следует всем модным тенденциям? Горе луковое на четвертом месте засекреченных списков. Это неделя высокой моды в Париже и тренд сезона поза 69. Создатели коллекции как бы намекают, что вместо одежды вполне можно надеть на себя партнера. А этот показ одежды из скотча и пластика напоминает моду для роботов-андроидов. Возможно, дизайнеры стремятся привлечь новых клиентов с других планет? Это лук, созданный из мусора. Сегодня модницам нужны на обновке сущие копейки. Достаточно правильно раскроить старый пакет. Королевы мусорных баков гордятся своими нарядами и свысока посматривают на тех, кто спускает на одежду десятки тысяч долларов. Экодизайнер Артур Браже с каждым днем становится все популярнее. Свою первую коллекцию сделал из газет. Дальше больше. Я уже смотрел, больше обращал внимание на то, что люди выкидывают. То есть, как это все смотрится, когда лежит на земле или лежит в мусорке. И как-то это все меня вдохновляло. У Артура уже было несколько показов и в родном Курске, и в Москве, куда его пригласила сама Татьяна Михалкова. После такого успеха дизайнер стал думать, чем бы еще удивить публику. Я слежу за какими-то трендами, тенденциями, что вообще создают. Я видел даже одежду, созданную из резиновых покрышек автомобилей. Сложно представить, как с этим работать, с материалом, но вот видите, люди берут и работают. Неделя высокой моды в Лондоне. На подиуме модели, одетые в то, что даже при наличии богатой фантазии нельзя назвать одеждой. Но публика в восторге. И снова Лондон. Вот в таких балахонах, обтягивающем латексе и с коробками на голове, модельеры видят женщин. При этом модели надели наряды на голое тело. Ведь нижнее белье, по мнению дизайнеров, это для слабаков. Это называется нормкон. По-русски говоря, это бомж-стайл. И никогда, опять же, не подумаешь, что эти вещи могут стоить по несколько тысяч евро. И, опять же, я не знаю, в курсе вы или нет, когда у Баленцяга в прошлой коллекции были сумки, похожие на наши хозяйственные. Для того, чтобы визуально не было разницы, чтобы стерлись грани между богатыми людьми и ветром. Подборка самых безумных нарядов. Просто смотрите и наслаждайтесь. Еще один тренд века. Долой комплексы. Эти люди одеты на первый взгляд в привычную одежду. Но на них крошечные топы и шорты смотрятся дико. Главные модники мира решили, обычные глаза это устарело. Цветные линзы тоже не впечатляют. Другое дело татуировки на глазных яблоках. Залить глаза можно в любом тату-салоне и любым цветом. После процедуры модники больше становятся похожими на пришельцев. А ведь от такой покраски можно ослепнуть. Это последнее место, где можно себе сделать татуировку. То, что эти люди с собой делают, они себе, конечно, создают определенные проблемы со здоровьем в перспективе. Это новый тренд сезона 2018. Брови рыбки. Монобровь тоже на пике моды. Ради такой модники наращивают волоски на переносице. Этот человек что-то хочет доказать. Скорее всего, это все-таки молодежь. Вряд ли, наверное, встретят девушку за 30 с детьми, замужем, чтобы она что-то сделала себе с бровями типа рыбьего хвоста. Классический макияж это скучно. Теперь лица обклеивают стразами так, что родная мать не узнает. Не отстают и мужчины. У них сегодня в моде крашеная борода. Желательно в яркий, ядовитый цвет. Вот розовая, по мнению модников, самое то. Или зеленая. Тоже неплохо. Отчасти, да, в любом случае какой-то эпатаж, шок вызывает дополнительный, да, какой-то такой масштабный интерес. Стилисты уверены, эта экстремальная мода России не окоснется. Большинство людей привешенцы все-таки там классического образа, классического стиля. Поэтому маловероятно, что проснувшись завтра утром, вы увидите людей с заплетенными бровями, да, с каким-то очень эпатажным макияжем, прическами, там, проходя по улице. Вот в этом я сомневаюсь. Эти женщины тщательно подготовились к пляжному сезону и сделали умопомрачительный маникюр на ногах. Видимо, обувь им придется покупать 45-го размера или просить ботинки у мужей. Горе луковое на четвертом месте засекреченных списков. Совсем скоро лидер списка глобальных помутнений. Смотрите далее в засекреченных списках. За что можно получить пожизненный срок, кроме убийства? Нельзя поить слонов сливом или спиртными напитками. И кто придумывает такие законы? У кого, черт побери, вообще есть секс с дикобразом? Самые странные рецепты в самом центре просвещенной Европы. Там обязательно будет какая-нибудь часть тела висельника, которую нужно у него получить в такое-то время. Соединенных Штатов. Если я съем плаценту, это меня как-то омолодит? И Африки. Дело в том, что вообще в Африке медицинский каннибализм очень развит. Почему звезды кинулись срочно скупать огнеметы? Ребята, я только что купил огнемет. Чувствую себя таким довольным, но в то же время немного в ступоре. На пороге какой страшной угрозы находится человечество? Вы оцените все свои припасы и рекомендуется пару дней переждать, забаррикадируйте двери. Глобальное помутнение продолжается. Только взгляните на этих милых младенцев. Новый тренд в соцсетях. Устройте своему ребенку фотосессию в стиле зомби. Вы станете звездой Инстаграма. Подписчики сбегутся смотреть на детскую зомби-еду. Именинные зомби-торты. И уж, конечно, оценят эту неподражаемую улыбку. Чему удивляться? Ожившие мертвецы захватили, если не всю планету, то сознание доброй половины ее населения. Пока младенцы только примеряют на себя образ с мертвичинкой, передовые умы ломают голову в поисках ответа. Как спасаться от человекоподобных чудовищ? Так вот для чего был изобретен паркур. Способность передвигаться в любых обстоятельствах на любом рельефе. Ключевые слова здесь и сейчас. Деревья, стены, крыши, паропяты и перила. Владеешь собственным телом, значит, имеешь шанс сохранить его. Я думаю, что уровень угрозы может подниматься с каждым годом. Мы не знаем, какие зомби будут, потому что в одних фильмах показывают очень медленные, как самый популярный сериал, сейчас «Ходячие мертвецы», а в других, например, как «Война мира в Зет», они носятся с ужасной скоростью, и один на один им вообще очень тяжело убить, и они прям очень бешеные. Ну, поэтому и оценить нужно все эти факторы, и потом уже действовать. На третьем месте засекреченных списков те, кто готовы всегда и ко всему. В ногах правды нет, решил американский инженер и предприниматель Илон Маск. И изобрел чудо-гаджет зомби-огнемет нового поколения. Когда начнется зомби-апокалипсис, вы не пожалеете, что купили огнемет. Работает против полчищ мертвецов. В противном случае мы вернем вам деньги. Всего 500 долларов, и вы застрахованы от вторжения зомби. Американцы на призыв откликнулись. Все 20 тысяч огнеметов были раскуплены по предзаказу всего за 4 дня. Среди счастливчиков Чендлер Рикс, звезда фильма «Ходячие мертвецы». Ребята, я только что купил огнемет. Чувствую себя таким довольным, в ступоре. И это вполне объяснимо, ведь секрет зомби-огнемета был быстро раскрыт. Паяльная лампа, велосипедное крепление для бутылки, баллон пропана, удлинительный шланг и пара умелых рук. Если вы следили за новостями в интернете за последнюю неделю, то вы должны знать, что Илон Маск занялся продажей огнеметов для того, чтобы поднять денег для своей бурильной компании. И все же даже такие технологии в борьбе с зомби по выживанию среди оживших мертвецов написаны еще в 2003-м американским писателем Максом Бруксом. В этом труде четко сказано, лучшее оружие то, что не требует перезарядки. Конечно, всегда предпочтительный топор, бита, что-нибудь такое весистое, кухонные ножи, обычные ножи, ими как в фильмах голову пробить, это так не работает. Голова не такая мягкая, череп не так легко пробить. Поэтому эффективнее топоры, биты, что-нибудь такое дробящее, тяжелое. В условиях зомби-апокалипсиса, полагают эксперты, лучше сработают примитивные средства защиты. Брукс свои книжки советует. Выбирайся из машины, бери велосипед. Забирайся по лестнице, потом уничтожь ее. Держись ниже, будь тише, будь начеку. Нет безопасного места, есть только более безопасное и менее. Кто может себе позволить, покупает дом-убежище. Одно нажатие кнопки, и вот такая монументальная постройка превращается из роскошной виллы в монолитную бетонную коробку. Но сколько времени можно в ней просидеть? Вы оцените все свои припасы и рекомендуется пару дней переждать, забаррикадируйте двери. И после того, как уже вы посмотрите, оцените обстановку, то, соответственно, вам уже рано или поздно придется выходить, выполнять припасы, но все это нужно делать очень аккуратно, тихо. Кажется, не осталось никого, кто хоть немного сомневается в грядущем зомби-апокалипсисе. Новости неутешительны. За океаном стремительно распространяется зомби-вирус, который может уничтожить все человечество. Переносчики инфекции — стадо оленей. В зоне поражения 22 американских штата, две провинции Канады. Вирус уже добрался до Южной Кореи, а недавно был обнаружен в Норвегии. Сейчас под угрозой Мурманская область, куда мигрируют олени. Существует риск заражения среди людей, которые могут употребить в пищу мясо больных животных. Со всего мира поступает информация, то ли тут телены паразиты какие-то, которые новые появляются, патогены, и все это возможно ли здесь может подвигать на то, что вот сейчас вот это все преволюционирует в зомби. А это реальная полицейская хроника. Женщина, напоминающая героиню зомби-апокалипсиса, на самом деле находится под действием нового синтетического наркотика. Зомби-спайс, так называют зелья. У тех, кто его употребил, наблюдаются замедленные реакции, пониженное давление, слабый пульс. Ходят слухи, что основой для наркотика стал препарат нелегально разработанный известный фармкомпанией. Вот только в чьих интересах ставятся подобные эксперименты? Один из американских Виргинских островов Сент-Томас. В 2002-м все мировые СМИ растиражировали сообщения местной газеты об обнаруженном там зомби-утопленнике. Якобы бездыханный мужчина, выброшенный на берег, внезапно ожил при появлении полицейских и набросился на них. Отразить атаку удалось лишь выстрелами в голову. После чего приехали военные, забрали уже указанное тело, ну и больше об этом, о таких случаях информация не повторялась. однако через год после этого случая в Пентагоне возникла военная программа СОНОП четыре восьмерки, сутью которых являлась изучение как раз таки подобных явлений. План Пентагона КОНОП 8888 действительно призван защитить сограждан от зомби-опасности. В нем детально разбирается не только самооборонительная операция, но и типология оживших мертвецов от зомби из космоса до зомби вегетарианцев. Но позвольте, неужели Минобороны США всерьез занялось зомби-пришельцами? В такое способны поверить разве что зомбированные пропагандой американские избиратели. В более широком понимании слова зомби это люди, которые управляемы, люди, которые исполняют команды свыше, команды манипуляторов. То есть тогда мы можем говорить о зомбификации населения через рекламу, через то, что нам внушают политики и хотят сформировать у нас определенное мировоззрение. Так что же на самом деле скрывается за военным зомби-планом? И какие открытия повлек за собой эпизод на острове Сент-Томас и ему подобные? Результатом, как я понимаю, этих изучений в 2011 году в лабораториях НАТО непосредственно в Болгарии был синтезирован наркотик Каптагон. Да, последствия, применяющиеся активно в цветных революциях. Каптагон. Его еще называют таблеткой ужаса. Мощный амфитамин нового поколения, напрочь убивающий жидкость. Поведение людей, употребляющих продолжительное время эти новые наркотики, оно напоминает как раз по своему характеру поведение зомби. Истерия же, связанная с подготовкой к якобы зомби-апокалипсису, по своей сути, напоминает обычную подготовку к тем же самым массовым беспорядкам, различным их проявлениям. Так вот, что стоит за жестокостью головорезов из запрещенной в России ИГИЛ. В наркотическом экстазе люди убивают с улыбкой на лице и пустотой в голове. Каптагон расцвел вместе с арабской весной. Стал эликсиром революции в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии. Боевые психостимуляторы армии США массово применялись и в Киеве во время Евромайдана в 2014-м. В сочетании с Гашишем Каптагон становится настоящим зомби-коктейлем. Безрассудные и неутомимые, по трое суток без сна бойцы способны крушить все вокруг. Тогда медики и описали амфетаминовые психозы с галлюцинациями, бредом и крайней степенью агрессии. Три дня назад мы имели три психоза, а сегодня уже восемь психозов. А в этих условиях очень важно купировать распространение, поэтому важно сделать специальные центры, куда бы они приходили и ни в коем случае не запускать их, не запускать течение болезней, потому что если мы запустим, потом будет сложнее лечить. Опасность в том, что они теряют ориентацию и не понимают в чем дело, они становятся агрессивными, не подпускают к себе никого. Каким странам мира предстоит пережить медикаментозный зомби-террор? И кто следующим не рассуждая пойдет под дудку красолова? Уже сейчас ясно, слезть с этой иглы будет куда сложнее, чем воевать с мифическими ходячими мертвецами. Всегда готовы на третьем месте засекреченных списков. Смотрите далее. Власти спасают город как умеют. Этой жертвой должна была стать девственница. Самая красивая. Ее нужно было закопать в землю. Японец не должен быть толстым. Этого требует закон. Коррекция носа, пластика груди и спиливание челюсти. Почему набирает обороты такая детская пластическая хирургия? Что толкает маму на финансировать такую операцию для своей дочери? Медицина здесь бессильна. Там обязательно будет какая-нибудь часть тела висельника. Мы втираем в колени человеческий жир, вставляем в уши горящую бумагу и пьем кровь кобры. Давай, давай, давай. Умничка. Почему человечество вернулось к средневековым методам лечения? Ртутью себе лечили, там, горло, мазали, капали, все числи. И прямо сейчас оказывается звезды Голливуда давно открыли секрет вечной молодости. В прошлом певица, а теперь дизайнер Виктория Бекхам и модель Бар Рафаэли делают маски из расплавленного золота. Актриса Ким Кардашьян показала всему миру свою кровавую маску вампира. Она вела репортаж прямо из клиники, где проходила эту болезненную процедуру. Венозную кровь пациента сначала очищают на специальном аппарате, а затем обкалывают ею лицо. Это делает кожу лучше. Вы удивитесь, но бьюти-совет Кардашьян взяли на вооружение не только женщины, но и мужчины. Американские жены приводят на кровавую маску супругов и внимательно наблюдают за эффектом. Как вы себя чувствуете? На миллион долларов. Также Ким поделилась с поклонниками еще одним шокирующим рецептом молодости. После родов она ела собственную плаценту. Если я съем плаценту, это меня как-то омолодит? Итак, если клиент пожелает, после родов вязкую кровяную жидкость замораживают в специальные лаборатории, чтобы потом из нее делать поджарку, коктейли или таблетки. Плацента это вообще мощнейший антиоксидант и мощнейший иммуномодулятор. И это было известно давным-давно. Даже за исследования этой плаценты была вращена там, я не помню, в 50-х годах Нобелевская премия швейцарскому ученому. Очень это модное направление в Японии. Японцы первые сделали экстракт из плаценты. Сейчас плаценты настолько популярны, что звезды Голливуда ее активно потребляют. Том Круз в свои 55 выглядит на 40. Половину трюков в шестой части киноэпопеи миссия невыполнима актер исполнил сам. И от него по-прежнему без ума молоденькие девушки. Очередная его пассия актриса Ванесса Кирби вдвое младше. В чем же секрет отличной физической формы Круза? Когда они с Катти Холмс ждали рождения дочери Сури, актер признался, что собирается отведать плаценту своего первого и пока единственного биологического ребенка. Я подумал, что это пойдет мне на пользу. Она очень питательна. Видеоблогеры наперебой выкладывают видео, как правильно приготовить плаценту с клубникой в шейкере, в пароварке или аэрогриле. В настоящий момент очень популярный метод есть плаценту либо свою, либо мужчина съесть плаценту своей жены. И этот способ используется для омоложения, для придания тонуса сил организма. Именно так еще в древние времена поступали воины перед битвой. А в средние века после казни знать выстраивалось в очередь к плачам за человеческим жиром. Вы удивитесь, но сегодня он стоит на черном рынке 15 тысяч долларов за литр. На самом деле вот этот вот такой способ использования каких-то частей тела, например, человеческого жира, он основан на мифе того, что человек может продлевать себе жизнь и человека такое уникальное божественное создание и соответственно использование его частей, его каких-то элементов может нам целебно на нас воздействовать. В сети полно рассказов о невероятных свойствах человеческого жира. И суставы-то он лечит, и поврежденные связки, и организм в целом омолаживает. Использовать части тела казненных, особенно молодых и сильных, это очень распространенная идея во многих культах, потому что человек молодой, здоровый, наполненный жизненной силой, его жизнь прерывается насильственно, по идее она должна продолжаться, у него есть энергия на то, чтобы жить дальше, но ему эта энергия больше не нужна. Почему же при широчайших возможностях современной медицины человек снова и снова возвращается к древним методам, которые граничат с полным безумием? Самые шокирующие поиски бессмертия, вечной молодости и красоты, самые дикие и странные способы лечения болезней. Их самые ярые приверженцы и отъявленные шарлатаны на втором месте засекреченных списков. Хочу вам показать эффективное средство, как избавиться от боли в ухе, когда стреляет. Программа засекреченные списки предупреждает, ни в коем случае не повторяйте ничего из того, что вы увидите в ближайшие несколько минут. пламя вытягивает, начинает из уха все сырое, на наене. Религиовед и психолог Ольга Гуманова считает, этому человеку нужна помощь не отоларинголога, а психиатра. Он эту агрессию направляет на себя, то есть он не готов хотя бы словами сжечь кого-то или что-то, и вместо этого он подносит огонь к своему лицу и еще это проповедует. Это не попытка массового самоубийства членов религиозной секты. Просто жители индонезийского острова Ява верят, будто электрический ток может исцелить все от диабета до паралича. Доля рационального в этом есть, но очень небольшая, объясняет невролог Илья Грачев. Если мы говорим про лечение электричеством, оно имеет место быть, то это узкоспециализированная зональная история на определенные зоны выхода определенных нервов или определенной спазмированной мышцы, но не общее воздействие электричеством. Электричеством это что-то нонсенс какой-то. Нонсенс, который врачи объяснить не смогли, это случай с частично парализованным мужчиной. Он лег на рельсы, чтобы покончить с собой, но внезапно встал и пошел. С тех пор это место около станции Рава-Буя считается волшебным. И уже целый год туристы и местные жители лечатся тут и утверждают, рельсотерапия им помогает. Самовнушение у нас никто не отменял. И полежав на этих рельсах, во-первых, они пришли. Здесь чем это подкрепляется? Эффектом того, что очень много людей. Один может обмануть, а вот эта вот толпа людей, вот это экспертное мнение, это такое, скажем так, в психологии называется психологическое заражение, когда очень много чувств, эмоций, и страсти, от одного человека передается другому. А вот это видео ни с точки зрения медицины, ни с точки зрения элементарной логики объяснить нельзя. Слепая вера в то, что холодная вода приносит здоровье, оказалась сильнее материнского инстинкта этих женщин. На форумах, где собираются поклонники таких методов оздоровления, любят высказываться в духе «именно так на Руси издревле растили богатырей». Правда, участники подобных дискуссий забывают, что тогда из десяти младенцев выживало в среднем три-четыре. Абсолютно такое неадекватное отношение к своему ребенку, и вера в какие-то мифические, опять же, вера в какие-то способы, которые уже не соответствуют никаким нормам, мне кажется, они даже в какой-то степени преступны и не абсолютно адекватны. Дело в том, что раньше, хотя бы, например, даже сто лет назад, в общем-то, к детям и к детству относились немножечко не так трепетно, как мы относимся сейчас. И поэтому выживал сильнейший, скажем так. И вот такие способы использовались и раньше, и там сто, и двести, триста лет назад. В странах Восточной Азии до сих пор считается, что коктейль из желчи, крови и бьющегося сердца ядовитой змеи может наделить мужчину удивительной сексуальной силой. И что средство это куда эффективнее любых мужских таблеток. Давай, давай, давай. О, умничка. Русские туристы, зажмурившись, выпивают эту поистине гремучую смесь. Вы удивитесь, но чудодейственную силу таких коктейлей подтверждают даже практикующие врачи. На самом деле, потребление в пищу змеи, ящериц, то есть это, такое место имеет быть. И объясняется это особенностью химического состава этого мяса. То есть, так как это животное вырабатывает какой-то яд, у него, соответственно, и особые биохимические процессы в организме идут. И это мясо, с точки зрения восточной медицины, оно лечит определенные заболевания. В частности, насколько я понимаю, что мясо змеи, вот насколько я знаю, оно поднимает потенцию, оно очень востребовано. Также лечит какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы. Все дело в голове, не змеиной, человеческой. Мы боимся змей на уровне генетического кода, а преодолев страх, ощущаем себя героями. Змея – это очень мужской символ, потому что животное фаллическое. Понятно, почему это символ мужества, символ силы. И это то, что источает опасность, это и серия теневых животных. Те, кого обычно боятся, кто является в страхах, это змеи, пауки, многоножки, все, кого мы боимся, стараемся избегать, относительно кого часто бывают фобии, те же животные дают силу. То есть, если мы решаемся туда посмотреть, в это страшное, это может намного и дать. Самое страшное то, что делают с собой современные подростки, а точнее их родители. Бум на черную пластику и черный рынок белых негров. Совсем скоро мы расскажем об этом в засекреченных списках. Смотрите далее. Утконос по собственному желанию. Зачем этот пермяк растит себе клюхом? Для меня это творчество и искусство. Коррекция носа, пластика груди и спиливание челюсти. Почему набирает обороты такая детская пластическая хирургия? Что толкает маму на такую вот, финансировать такую операцию для своей дочери? Леденящие кровь секреты долголетия черного континента. Дело в том, что вообще в Африке медицинский каннибализм очень развит. А прямо сейчас лучший подарок на 14-летие грудные импланты. По данным Американской ассоциации пластических хирургов, только за прошедший год они провели 24 тысячи операций подросткам в возрасте до 18 лет. И самая популярная операция среди детей – мама пластика. Что толкает маму на такую вот, финансировать такую операцию для своей дочери? На мой взгляд, здесь заниженная самооценка у матери. Мать пытается самоутвердиться за счет своего ребенка. И на мой взгляд, может быть, даже, опять же, об адекватности и психологическом равновесии вот этого родителя стоит поговорить. Адекватен он, устойчив, психологически здоров. Лидеры среди тех, кто к окончанию школы дарит Чаду новую внешность – южнокорейские родители. Здесь самая распространенная операция – так называемая европеизация лица, подрезание век и спиливание массивной челюсти. Пермяк Евгений Болотов тоже начал менять свое тело, как только получил аттестат зрелости. Теперь его называют единственным в мире человеком-утконосом. Он и сам признается, всегда мечтал быть похожим на эту забавную зверушку. Для меня это творчество и искусство. Таких людей очень мало на планете. Земля в нашем современном мире я имею в виду. А ведь Евгению даже говорить трудно. Из-за губных пластин. Но свой клюв боди-модификатор Болотов планирует растягивать до бесконечности. Еще он растягивает мочки ушей. Сделал тоннели в носу. А между ноздрями у юноши проходит карандаш. Также Жаня проколол себе носовой хрящ, и теперь его нос гнется, как пластилин. И ведь таких, как Болотов, довольно много. Среди африканских и австралийских аборигенов он вполне мог бы сойти за своего. То, что человеку тконос называет современным словом боди-модификация, всего лишь древняя традиция. Только аборигены за неимением средств делают себе украшения из мусора. Для нижней губы вполне подойдет компакт-диск, а в уши вставляют тарелки. Но на Черном континенте живы и другие ужасающие первобытные обряды и поверья. Например, в Конго, Танзании, Кении и Уганде средством от всех болезней считается мясо соотечественника альбиноса. Дело в том, что вообще в Африке медицинский каннибализм очень развит. И в наше время это все на самом деле происходит. И то, что там на этом видео происходит, я этому верю, я реально понимаю, что это реальность, что это правда. На самом деле, насколько я знаю, там применили сейчас наказание за это, до смертной казни. Но даже самое суровое наказание не останавливает дельцов. Например, рука альбиноса на Черном рынке стоит в пересчете на наши деньги около 100 тысяч рублей. Для африканцев это просто сумасшедшая сумма. Ее хватит на то, чтобы целая семья шиковала два года. И что самое жуткое, у этой традиции есть абсолютно простой, утилитарный смысл. Рождение альбиносов люди должны были каким-то образом объяснить. Это рожденные люди без определенного гена, которые, на самом деле, они не приспособлены к жизни в Африке. Они подвержены заболеваниям, они очень мало живут, и они подвержены больше раку кожи. И, естественно, в течение поколений африканские племена наблюдали, что такие люди мало живут. Значит, это какое-то такое наказание, и таких людей надо убивать. Но почему же современный человек, подобно африканскому аборигену, дневними методами? Пить свою урину, ложиться на рельсы, полоскать горло керосином или делать кровавую маску вампира вслед за Ким Кардашьян? Ведь все эти народные рецепты наука считает абсолютно бесполезными и крайне опасными. Дело в том, что, согласно последним опросам, официальной медицине доверяют меньше половины граждан, а регулярно пользуются народными методами более 70% опрошенных. Ведь эффект от самовнушения и веры в то, что бабушкин совет поможет, выше, чем от многих лекарств. Смотрите далее в засекреченных списках. Власти спасают город, как умеют. И это сакривайс? Этой жертвой должна была стать девственница, самая красивая. Ее нужно было закопать в землю. Японец не должен быть толстым. Этого требует закон. Эти странные английские законы. Это очень любопытно. Закон, который сейчас в Британии действует. Граждан какой страны в ближайшее время порадуют новой законодательной инициативой? Учредить специальную полицию, сексуальную полицию, которая будет неожиданно вторгаться в личную жизнь. Что бывает, когда законодатели не дружат с головой? Глобальное помутнение. Смотрите прямо сейчас. Только в засекреченных списках. Занятие сексом строго по регламенту. Но если твой акт длится больше 14 минут, заплати за один акт уже 2 евро. Спасение утопающего как преступление. Почему китайцам запрещают приходить на помощь друг к другу? Он пришел без шпаги и без парика на собрание ученого совета, что и стало основанием для его изгнания. И почему во Флориде издали закон, запрещающий секс с дикобразами? У кого, черт побери, вообще есть секс с дикобразом? Лидер хит-парада засекреченных списков. Прямо сейчас. Дуракам закон не писан. Самые странные законы современности, по которым нам предлагают жить. Мой сын попадал в неприятности в автобусе так часто, что его выгнали оттуда и запретили пользоваться им в течение трех дней, потому что он был немного хулиганом. Штат Вирджиния, Америка. Отец бегущего перед машиной мальчика рассказывает, как его сын наплевал на законы общества и отвратительно вел себя с окружающими. Всю неделю он получает незабываемый опыт, бегом добирается до школы. Мужчина говорит, что у него прекрасные дети и он их любит, но себе на шею садиться не позволит. Якобы бег под дождем всего лишь мера правильного воспитания. А вот закона, по которому можно наказать самого папашу, нет. Зато в мире полно безумных нормативных актов. Особенно на уровне идей. Белоруссия. Блогер возмущается новой законодательной инициативой. И здесь есть от чего впасть в отчаяние. После налога на тунеядство белорусам предложили приготовиться к налогу на секс. За один акт ты должен заплатить 1 евро. 4 раза в месяц ты занимаешься сексом, заплати 4 евро. Но если твой акт длится больше 14 минут, заплати за один акт уже 2 евро. В Казахстане пошли еще дальше. Там может появиться полиция нравов. Она будет подслушивать и подсматривать. Учредить специальную полицию, сексуальную полицию, которая будет неожиданно вторгаться в личной жизни и фиксировать вот эти совершаемые акты. Заплатите налог на секс и спите друг с другом спокойно. Контролеры из полиции нравов призваны пополнять казну государства. А людям, если этот закон примут, придется потуже затянуть пояса. Туризм в Китае не такой безопасный, как кажется. По крайней мере, некоторые законы могут стать смертельным оружием и для местных, и для гостей. В путеводителях для туристов есть предупреждение. Законопослушные китайцы не спасают утопающих. Вероятнее всего, связано это с тем, что у них очень большое количество проживает граждан. Видимо, если на одного человека становится меньше, то это помогает самым остальным жить и развиваться. Поскольку действительно у них очень большое перенаселение, это знают абсолютно всеми. На самом деле китайский закон о запрете на спасение это миф. Сродни тому, что говорят России, якобы у нас по улицам ходят медведи, пьющие водку прямо из балалайек. Джене в Мали. Это один из старейших городов южнее Сахары. В этом месте есть древнее поверье, если что-то идет не так, нужно закопать девственницу. Джене был построен в восьмом веке, но построить его было непросто. Местные жители рассказывают, что новые дома постоянно разрушались до тех пор, пока не нашли верные средства. Джене означает город дьявола, которому решено было принести жертву. Этой жертвой должна была стать девственница, самая красивая. Ее нужно было закопать в землю. Сейчас дьявола нет, и жители могут строить свои дома. Это не больше, чем старая африканская легенда. Вряд ли сегодня жители Джене будут закапывать девственниц, если развалился дом. Однако африканские загробные традиции действительно часто принимают форму реальных законов. А в этой ситуации не до конца понятно, какому именно дураку закон не писан. Этих молодых людей в ЮАР поймали на воровстве яблок, и правосудие свершилось очень странным способом. Выстроив яблочных воров вдоль дороги, полицейские открыли по ним огонь фруктами. Те самые украденные яблоки бьют нарушителей по спинам и головам. Но убежать нельзя. Полицейские приказали не двигаться с места. Довольно странный способ вершить правосудие. В Японии обожают толстых борцов, которые толкаются на татами. Однако за рамками этого спортивного соревнования отношение к жирным людям совершенно другое. Объем тела среднего японца прописан в законе. Если мужчине исполнилось 40 лет, будьте добры иметь в талии не больше 90 сантиметров. Для женщины 82 сантиметра. За превышение этих норм японцам грозит штраф. Интересно, что не самим толстякам, а местным органам власти и работодателю. Английских лордов на свете не так уж и много. Всего около 800 человек. Люди они достойные, уважаемые и многое могут себе позволить. однако даже для них есть ограничения, которые нужно строго соблюдать. Например, дресс-код. Очень любопытен закон, который сейчас в Британии действует. Он был принят в 1313 году, который запрещал вход в плату лордов в доспехах. Также этот закон в данный момент действует, он не отменен. Соединенные Штаты Америки заповедник самых странных законов. Я не могу курить, сдавать кровь, делать тату. Такое ощущение, что законодательные органы Штатов соревнуются друг с другом. Какую бы еще нелепость отразить на бумаге? Да, в совокупности факторов они не должны противоречить Конституции США и федеральным законам, но при этом мы сталкиваемся с ситуацией, например, если мы посмотрим на ситуацию с животными, то, например, в определенных Штатах США сказано, что нельзя поить слонов пивом или спиртными напитками, или правила дорожного движения гласят, что павлин в штате Калифорния имеет право приоритет при переходе дороги. Эта девушка законопослушная гражданка. У власти Аризона претензий к ней вроде бы быть не должно. Но не тут-то было. В штате замужним женщинам запрещено ходить одним на рыбалку. В любой день, кроме воскресенья. Но если даму на рыбалке сопровождает кавалер, то все в порядке. А вот во Флориде рыбу ловить можно в любой день даже женщинам. Но зато есть закон, запрещающий иметь сексуальные отношения внимание с дикобразом. У кого, черт побери, вообще есть секс с дикобразом? Этот блогер из Америки искренен в своем удивлении. Кому действительно придет в голову добиваться от дикобраза интимных отношений? Оказывается, такие люди в истории штата Флорида действительно были. Кстати, мало кто знает, но в Америке существует закон, который разрешает мужчинам хлопать женщин по ягодицам. Властям пришлось пойти на этот шаг, чтобы защитить мужчин. Там женщины очень большие феминистки. И любой вот такой жест приводил к тому, что они обращались в суд за защитой и выигрывали суды или привлекали мужчин к уголовной ответственности, в том числе своих работодателей. А вот этот жест, который мы сейчас обсуждаем по хлопать, по ягодицам, он довольно-таки привычный в обиходе огромного количества американских мужчин. Но есть одно но. Эта норма распространяется не на всю территорию США. Если вы мужчина и вы собираетесь в Америку, заранее узнаете, в каких именно штатах действует этот закон. Уринотерапия как панацея от всех болезней. Синтоловые инъекции вместо упорных тренировок. Одежда из мусора как главный тренд сезона. Зловещие талисманы на все случаи жизни. Можно было бы сказать, ничего не поделаешь, каждый сходит с ума по-своему. Если бы не одно обстоятельство. То, что вчера казалось невообразимым, сегодня мало кого шокирует. А завтра и вовсе превратится в норму. Мир сходит с ума с такой скоростью, что люди пока не осознают последствий этого глобального помутнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok